Еще одно происшествие на воде в минувшие выходные произошло и на Иркутском водохранилище. В одном из заливов затонули сразу два катера. В момент ЧП людей на судах не было, однако неприятные последствия у случившегося все же есть. Какие именно, расскажем в следующем материале. Здесь рыбы нет. Сегодня у пернатых день не задался. В щучьем заливе Иркутского водохранилища поживиться нечем. Вот и после двух часов в холодной воде рыбак со стажем Константин уезжает домой с пустыми руками. Сорога, окуни, подлечь внезапно исчезли отсюда три дня назад. Местные жители уверены, причина вот в этой белой конструкции. Так сегодня выглядит мачта одного из двух затонувших катеров. Запах солярки был большой. А так, я сам здесь не был. Ну, говорили, что было пятно. Ну, сейчас, видимо, вместе с ветром все ушло. Но рыбы нет? Ну, как рыбы нет? Не сказать, чтобы ее совсем нет. Ну, гораздо меньше, чем было. ЧП произошло в минувшую субботу на местной лодочной станции, где катера стоят на якоре всю зиму. По предварительной информации, весенний лед повредил борт рыбацкого судна. Оно, в свою очередь, потянуло за собой на дно еще одну лодку. На место сразу же прибыли спасатели, которые вынесли официальный вердикт. Утечки нефтепродуктов не зафиксированы. Но местных жителей эта информация не успокоила. Опасность происшествия представляет еще и для ближайшего садоводства. Оно находится буквально на соседнем берегу, в паре десятков метров от места крушения кораблей. Люди берут там воду непосредственно из скважин, либо же из залива. И если факт утечки горючего все-таки имел место быть, то люди рискуют получить вместо качественного питья настоящий химический коктейль. Работники лодочной станции считают, что слухи о разливе топлива преувеличены. В частной беседе нам рассказали, что на катерах даже не были установлены двигатели. Несмотря на это, сегодня утром на залив прибыли специалисты Росприроднадзора. Они взяли пробы воды для химического анализа. Для полноценной проверки проб потребуется 2-3 дня. А вот на то, чтобы вызволить из водных пучин утонувший катерап, времени нужно куда больше. Операция по подъему запланирована на 15 мая. Делать это будет владелец плавсредств своими силами и за собственный счет. Павел Жолодев, Виктор Черкашин. Новости по будням.